всем доброго дня ну как вы там народ развращаетесь сегодня нет или как я уже в домике в своем любимом домике девочки скоро я наверно расстану с этой кухней я не могу она мне промозолил на глаза ну конечно не скоро когда там закажут когда там сделать время девочки короче 1255 я уже в домике что я сделаю я пришла конечно же подмела тут волосы мусор первую очередь помыла обувь да он поставил подзарядил телефон надо записать ролик девочки покупки мои на сегодняшний день да ой сварила кашу сегодня с утра смотрите вкуснотею девочки последнюю тыкву урас израсходовала много-много тыквы наложила пропал чуть ли не пол тыквы девочки вкуснятина вообще купила короче смотрите я их очень люблю покупает только в одном месте ночи боксарский там пекарни но во всех все пекарни от разных хозяев и везде пекут по-разному очень люблю с вишней с вишней слойки ну самый мой любимый в чебоксарах там напротив грб-1 там прям ягоды вишни ягод без зернышков а здесь знаете что здесь как повидло ну там самые вкусные девчонки да купила батон там же на бутерброды прям горячий был сначала сначала горячий сейчас уже остыл естественно девочки купила вот эту первый раз колбасу но говорят что очень вкусно я покупала в том же магазине белорусском сравила премьера о градинский мясокомбинат высший сорт стоит эта колбаса свинина говядина стоит она короче килограмм 755 рублей здесь где-то 750 я не помню девочки ну короче вот это купила да и вот это купила сыр моцарелла том же магазине первый раз я никогда этот моцарелла не брала там мужчина брал на пиццу ну я знаете что делал горячие бутерброды по 580 рублей недорогой сыр хорошо гортает вот пиццу я тоже хорошо пику ну просто я не хочу возиться с пиццей но его надо сесть 23 декабря девочки вы надо съесть короче вот это все мне обошлось 1300 белорусском магазине так зенеговском я зашла купила молоко хотела купить 6 и 2 тут 6 и 2 короче 6 а там не было молока и сливочного масла там же взяла не хочу я в пятерочке брать масло взяла вот вот это вот крестьянская моего любимого брестовского масла нету так ладно купила там же в звениковском сухарики ванильные так кольки там можно работу до это когда я захочу там с чаем попить вот и что еще а пятерочки зашла купила максу со скидкой по 46 рублей там с копейками спагетти вы знаете какие я люблю спагетти там полкило по 56 рублей до стоит название забыла девочки я показывал там ролики ну я не стала каждый них добираться я просто указа пошла и взяла лежала сколько там я израсходовала а я джику взяла да я за джика зашла за джикой девочки у меня закончился джика вот вот это взяла и вот это на 150 на 160 рублей вот девчонки что я купила сегодня я купила крылья до своем на уме было купила крылья буду я их мариновать готовить так же как вот мясо свиное шею и купила шею вот свои любимые в на уме девочки сейчас я почищу на это нарежу на три части распределю по пакетам вот где-то на 1300 я еще триста наверное на уме отдала да не полторы полторы ну грубо говоря короче тут отдала в этом слоечках 325 рублей но где-то три ну короче три с половиной тысячи где-то вот так вот округлим уж условия на продукты девчонки люблю любим дамы вкусно покушать вот кушаем мы немного но вкусно да понимаете видите оно грязное надо почистить помыть убрать или тоже что у нас там есть холодильнике там уже нихуя ничего нет там у нас есть помидоры вот хотела стык вы сделать я вам говорила про это вот мясо да так и не сделала я в духовке девчонки вот коли сегодня вскрыл опять кушал бутерброды огурцы свежие тут туда-сюда капуста квашеная я вчера купила очень много купил капуста около 3 килограмм буду готовить вареники с грибами до с грибами девчонки буду готовить там у нас осталось мясо вот про это сейчас мясо я вам про эту ссори расскажу это мне на обед остался рис я половину я только не съем квашеная капуста еще другая вот это вот такая вот кусочками ну сыр естественно короче вот так моцареллу буду пробовать не пробовала девчонки не пробовала не знаю и колбасу тоже нет не ела выбрали до этого говяжью чисто говяжью по 655 рублей она дешевле очень вкусно очень мы съели вот ну чё ну чё я не знаю что делать сейчас я этот как его а освобожу кастрюлю разберу с крыльями я замариную девочки так же мариновала мясо не все и вот это вот это вот это тоже вот это вот девки а вот это вообще песня песня хочу сказать насчет песни насчет песни в еде еда песня девочки песня о насчет мяса вот если вы будете готовить как я готовила в духовке у марина маринаде да и рассказывала там если кто и кому интересно вы можете еще раз прослушать вот часть молоко тут уж не допивая холодный я вам положу руку на сердце вот так вот и честно скажу вы не захотите никакого сашлыка готовить на улице вот честно скажу девчонки потому что это безумно вкусно да промаринуется зачем два-три дня мариновать не надо там сутки промаринуется хватит вот для этого я купил я теперь только мясо буду готовить так да 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 ну во первых условий не для шлака я думаю что не у всех как бы есть условия особенность в зимнее время да у кого есть свои дома там дачи кто едет на дачу может быть там и приготовить шашлык ничего не имею против вот но вот это мясо вот это мясо да которое готовится вот по этому рецепту как я вам говорила она ничем не уступает шашлыку я вам честно говорю это такое вкусное это безумно вкусно вот что шашлык что это даже еще вкуснее вы понимаете это все в собственном соку потому что когда готовишься на костре до костром вкусно я ничего не могу сказать но сок то весь выходит да он сочным если как приготовить что же надо правильно готовить шашлык но сок то падает падает капает весь на костер вот это готовится в духовке но все в саку в своем саку в сачке и подрумянивается самое главное на сильном огне чтобы духовку готовить духовку да придется испоганить а куда деваться вот сейчас я хочу сделать также крылья крылья конечно долго мариновать не буду у меня же закончилась ну что я кладу я девочки кладу горчицу зерновую простую горчицу я повторю для тех кто не в курсе вот говорю быстро чтобы ролик был не такой длинный значит чеснок сухой можно еще простой чеснок и короче чеснока какой хотите положите да соевый соус хотите майонез положите я майонез не кладу без меня звучит хорошо вот и в принципе наверное перец соль адыгейской соль и перец и аля у лё вообще вот эту грудинку свиную да она сама по себе вкусно она же шелка же это мясо часть свинины а вот она и так сочная а когда вы ее замаринуете это просто знаете я не знаю это балдеж ребра тоже вкусные кстати но в ребрах мало мяса вот у меня еще есть килограмм ребер в холодильнике в этот раз я буду готовить без ребер когда сначала съедим крылья 4 купил где-то килограмм кило 700 до сделаю крылья но не не завтра завтра я буду готовить картофельное пюре на выходные у меня меню картофельное пюре котлеты у меня есть свинины с помидорками с маринованными с огурчиками с маринованными с капустой маринованные которые кусочками соленые мы будем это все кушать и едать покушать и может быть сделаем мукбанчок напишите надо ли не надо вот и за мукбангом я вам могу рассказать о всякие истории до жизненно важные необходимые для вас или раз вот если вы ничего не напишите значит не надо прикусила два раза вчера увидеть губу ела орехи так больно и болит мне губа первый раз прикусил черный прикусываю таблетках мне к селеве короче отказали какой-то аналог назначили три упаковки сказали забрать в аптеке в аптеке таблеток нету сами понимаете да позвонят они пойду вот буду звонить минздрав сегодня сейчас телефон позаряжу после обеда узнавать буду почему даже запрос не дали отправить второй раз почему это так вот и если короче те таблетки не будут помогать если российские российские они не будут держать сахар я значит буду покупать таблетки селеве за свой счет деваться больше некуда вот они не считают нужен но я посмотрю посмотрим короче все как карта ляжет я вам все расскажу значит который пюре буду говорить значит со скумбрии в консервах масле суп рыбий я запишу ролик если вам нужно как я готовлю суп и как готовлю крылья я вам могу показать если вы хотите вы очень мало оставили в этот раз сегодня комментарии нет и явно не нравится наверно ни одному блогеру не понравится или тут хейтер у меня накопились и зассали то что получит бан или чего-то я не знаю короче да я говорю меня или любить или никак вот короче я жду ответную реакцию от вас естественно ну что еще вам сказать ну что тебе сказать ну что тебе сказать как придумать что тебя я не люблю ко мне собирается в гости прилететь подписчик через неделю-полторы ну не ко мне домой естественно гостиницу чебоксара да встретиться хочешь со мной вот и что еще издалека да не с москвы издалека летели так что еще ну что еще что вам еще сказать что как придумать что тебя я не люблю вот мои красавцы вот мои иди сюда иди ко мне иди ко мне помоги мои красавцы Ой, мои красавцы. Сиски у нас на место встали. Все хорошо у нас. Да, мы вот такие дружные. Семья у меня такая галюсая. Все любимое. Вот это буду стричь на днях, на днях. Сейчас я уже никуда не поеду. До 13-го числа будет у меня время. Вот этого кенгуренка надо постричь. Машинки заточены, ждут. Ой, сладкий. Ой, сладкий невозможно. Ну и вот эту тоже потом заодно подровняю. Ну, может быть, потом, через день, через два. Вот так. Сладкий прям. Ну, невозможно, любимый. Ну, невозможно. Все у меня облизало. Идите отсюда, пизду вас, носом. Ой, так, что? Сейчас пойду пить, короче, хавитол. Принимаю до еды. В обед. А потом и покушаю. Буду к селевую пить. Так, что? Сейчас я буду кушать. Пить чай со слойкой. Вы скажете, что нельзя. Да, я знаю, что нельзя. Но хорошего должно быть в норму. Я совсем отказаться от выпечки просто не могу. Не могу, не могу и никак не могу. От выпивки я могу отказаться. И отказалась. Да, вот. А от выпечки я не могу отказаться. От слова совсем. Одну булочку я должна, две булочки, да, должна в день съесть. Я нельзя, но не могу. Понимаете? Не могу. Если я не съем, значит, у меня будет просто невыносимое чувство голода. Просто, просто невыносимое. Что бы я ни ела. Что бы я ни ела. Да, я не насыщу свой организм и буду чувствовать дискомфорт. Вот так. Это я говорю честно. Не могу. Мне надо обязательно съесть кусочек любой булочки, да, там, с маком, шоколадом, батрушки, там, вот это вот слоечки. Ну, что-то надо. Печенье я могу не есть. Я его и не ем. Там очень много сахара. Просто очень. Там еще и маргарин, там все такое. Вот. Это как бы хорошая пекарня. Вот. Это уже сахар, да. Но куда деваться? Куда деваться? Не могу. Вот не могу и все. Да. Хоть расстреляйте. Так что жду от вас ответную реакцию в комментариях. Давайте будем все же взаимовежливы. А, короче, видите, всякая эпидерсия. Прямо скажу. Даже не старайтесь мне писать. Не старайтесь оставлять свой высер у меня в комментариях. Еще раз повторяю. Для особо тупых. Потому что у вас ничего не получится. Настроение вы мне все равно никогда не испортите. Потому что вы для меня никто. Из вас вас никак. Вот. И всегда вы будете в черном списке. И вы хоть создавайте новые аккаунды, но вы окажетесь всегда в черном списке. Вот как-то так. Да, прошу все же не забывать подписаться на Яндекс.Дзин. Я оставил тоже комментарий. Давайте накопим тысячу человек и сделаем прямой эфир. Если вы хотите, как обычно, мы общались в прямых эфирах и всем нравились мои прямые эфиры. Кто у меня был в чате. Вот. И если вы хотите. Если не хотите, значит прямых эфиров не будет от слова совсем. Не будет тысячи человек на Яндексе. Не будет прямых эфиров. Вот. Смотрите сами. Думайте сами. Решайте сами. Это ваше личное дело. Как хотите. Так. Буся. Вот она постоянно. Я эту лапу мазала, мазала. Все равно у нее что-то тут в подошве красное, блядь. Не мажу, не мажу. Все равно она там грызет. Надо свозить как-то в больницу опять ее. Мы же анализы у нее кровь не брали. Я же ее возила беременной. Мне вот ее пантенол назначали мазать. Я мазала, да? И сейчас вот уже все. Как бы есть время у нас. И надо, я имею в виду, не беременеть. Надо ее свозить и сдать анализы крови. Это надо сделать, наверное, будет где-то, может быть, в ноябре или в декабре. Но до Нового года я ее свожу. Зам анализа крови. И, короче, что-то надо, какие-то таблетки, блядь, от аллергии, чтобы назначили. Просто периодически она там. Там еще такого. Там немножко красные пятнышки. И она постоянно, короче, грызет там. Не знаю, что это такое. Если была бы аллергия, она была бы на все тело у нее. Не знаю. Корм я купила уже другой. Как вы понимаете, корма-то меняют, да? Корма-то хорошие. Ой, пробовать. Попробуем. Ну, блядь, я не знаю уже, чем кормить своих собак. Вот. В тот раз был вот этот корм, да? Вот этот корм. Вот. Потом был этот роял Канин. Закончился. А сейчас я купила вот этот корм. Вот. Напробую небольшой пакет. Сколько они стоят? Я сейчас не помню, сколько стоит, девочки. Вот. Не знаю. Не знаю. Не знаю, девочки. Не знаю, что делать уже. Короче, тоже замородовалась я. Так. Все. Короче, с Гаргаза еще не звонили. Буду надеяться, что позвонят. Ну, не позвонят. Значит, во вторник будем вопросы решать. Вывезут у меня холодильник во вторник, газовую плиту и заберут маленький телевизор. Вот. А сегодня должны прийти мне этот дизайнер должен со мной решить что-то по кухне здесь. Здесь будем менять кухню. Да. Это уже дело решенное. Я буду менять кухню. Я просто, я вот думаю, или оставлять эту электроплиту мою, или менять, блядь, на панель. Эмалированные панели присмотрела, да, тоже с блинами с этими электрическими. Им именно эмалированные, не стекло, потому что стекло может разбиться. Недорогие, там, тысяч 8-10 стоит. Тоже 3 или 4 блина. Духовка, конечно, блядь, отдельно стоит дорого. Там 20-25-26 тысяч. Думаю, смысл, зачем мне менять? Да, я лучше оставлю хорошую свою плиту. У меня плита очень хорошая. Вот. И духовка просто замечательная. Смысл, да? Продавать ее дешево. Мы ее покупали, сколько, 4 года назад, за 20 тысяч. Сейчас она, естественно, дороже. А продаж ее, ну, не дороже десятки, да? Вот. И смысл. Пошла на мыло менять, только время терять и быть в минусе. Вот. Да, я вам еще не рассказала про собаку. Я обещала вам историю про собаку рассказать, как я хотела купить собаку. Как меня хозяйка собаки с Иванова подзаебала в доску. Просто в доску. Измотала все нервы. Я ей высылала там и аванс. 2000 и 2600 она дорогу высылала на бензин, чтобы она довезла до Нижнего Новгорода. Мне собаку передала в этот, короче, на другую машину, да? Что мне привезли. Я готова была за доставку заплатить еще 7 тысяч. Сама собака стоила 10 тысяч. Она мне подзаебала деньги, она мне вернула. И, короче, вот так ничего не получилось. Поняли, да? Это я вкратце вам рассказала. 4600 я ей переводила, блядь. Она мне вот так вот, она меня насопизила. Опять насрали, надо убирать. Девчонки, все, всем хорошего дня. Всем спасибо за просмотр. И, конечно же, за лайки. Огромное спасибо. Всем низкий поклон до земли. Я пойду, я пойду. Не могу поднять ногу. Это бинт висит у меня. Короче, Бузки перевязывала лапу. Она сняла бинт. Ну, невозможно. Невозможно! 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 Сейчас сниму вот этот халат. Не могу я в доме ходить в халате. Я уже так оделась для вас, чтобы быть красивой. Сексуальной. И богатой. Вот. Так. Я сниму леггинсы. Разденусь я до гола. Начну заниматься делами. Разогреть и кушать. Буду отдыхать. Немножко чуть-чуть подается вот так. Загружайте на Яндекс ролик. Ну, и еще найду, какие дела мне делать. Окна надо помыть. Я собираюсь окно помыть. Все, когда помыть? Я, наверное, все же найду. Там я вымыла. Но там маслом измазали, потому что мне меняли резинки. Мне надо обязательно там тоже вымыть. Еще раз протереть окно. Вот это обязательно надо вымыть хорошенько. Чистое, но маслом измазано. И, конечно же, еще надо в комнате вымыть окно до зимы. До зимы еще надо тут тоже. Оно самое-самое-самое чистое. В этой комнате тут задняя часть здания дома. И всегда оно как бы не грязное. Но надо вымыть его, девочки. Так, завтра у нас привезут. Завтра мы пойдем получать покупки. Сделаем обзорчик. Что я купила своему мужу. Подарок на день рождения. Купила себе и купила подарок Буски с Оськой. И один от двоих. И купила еще для нас, для всех подарок в эту квартиру. Да, вот так. Сумма покупки я уже озвучила. Там где-то 6500. Да, составил надо будет заплатить. Так, 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 так. Смотрите. Вот, вот что они делают. Вот они все делают. Вот эти, вот эти. Мои две мандевосочки. Что они делают? Смотрите, смотрите. Вот эти, вот эти. Я все думаю. Я все думаю. Вот если бы я не купила бы, например, Бусю до Оськи. Как Буська жила бы у меня? Вообще тоска оба зеленая была. Тоска, тоска. А вот сейчас хочу еще купить одну девочку. Да, ну, я хотела купить, но еще куплю. В будущем. И даже не одну. Я уже озвучивала, что я буду заниматься разведением собак. Разных пород. Против аллергенных. Как же, как же они, вот привыкшие, да, уже вдвоем. Как же они воспримут еще от других девочек. Ну, не знаю. Посмотрим. Все посмотрим. Все посмотрим. Так что все, наговорилась, девчонки. Наговорилась у него так. Уже язык болит. Откусанная губа защита моя болит. Буду я с мясом разбираться. Все. Всех люблю. Обнимаю. Всех целую во все щеки. Всем бай-бай. Всем отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Ну, а с вами, как всегда, я, Багира. На канале Дню Него Багира. Всем пока.